Это Орден Победы, тоже съедобная вещь. Вот что они сделают ради Победы в конкурсе? Да вот это боди-арт Победы. Это бодибилдинг Победы. А это тост Победы. Причем это опять же не шутка, это билборд на улице города. Но вот действительно нет пределов идиотизму патриотскому или патриотизму идиотскому. Ларуш выставил санитару этого леса непуганных идиотов. Короче, это басня о морали. Номер называется «Спасибо Бреду за Победу». В Красноярске утром рано дети съели ветерана. Он стоял такой седой перед бронзовой звездой возле вечного огня. Кто-то обвинит меня в том, что я несу тут бред. Я отвечу «Вовсе нет, было все на самом деле». И не только дети ели. Ели что? Перечисляю. Ничего не прибавляю. Шесть георгиевских лет. Кремль, в котором президент. Двух солдат из караула. Автомат. Приклад и дула. Восемь танков, пять гранат. Героических солдат, что бегут в атаку с флагом. Похоронную бумагу. Водку с хлебом на стакане. На Малаховом Кургане монумент победы, честь. Танков со звездой, штук шесть. Съели памятные даты. 41-45. Съели красного знамена. И советский самолет. Вы сейчас определенно думаете, автор врет. Думаете, он дурак. Нет, друзья. Совсем не так. Это праздник. День победы. День, когда герои деды победили Гитлера, отметили кондитеры. В этой вере неохотно в доказательство есть фото. В Красноярский конкурс был, на котором победил тортик с кремом из сгущенки. В Красноярске, где старик несет ребенка по пылающей хатыни. Что еще в такой картине я добавить бы хотел, был немецкий тортодел, председателем жюри. Он снаружи и снутри. Им снаружи и снутри каждый торт оценен был. Он внимательно следил, из чего и как пекут. А потом сказал, вернут. Все стояли и живали. Славно деды воевали. Славно воевали деды. Вот он, сладкий вкус победы. Я выражаю вам свое сочувствие, соболезнование. Не только из-за батьки вашего Лукашенко, не очень нормального, как я понимаю, руководителя, как видно. А вообще, что вы такие терпеливые, а вам такая непруха. И еще я выражаю, конечно, говорю слова поддержки, какие могу всем тем, кто находится сейчас в заключении. Я бывал, когда в армии служил в заключении, в советское время, на ГОПТВАХТе 45 судов. В советское время, то есть там, где живет Беларусь, все это было ужасно. Я, правда, не знаю, как в российских тюрьмах, думаю, не особо лучше. Но все-таки у нас здесь хотя бы хоть что-то можно, а у вас вообще ничего нельзя. Это очень жаль. Вы сейчас определенно думаете, автор врет, думаете, он дурак. Нет, друзья, совсем не так. Это праздник. День победы. День, когда герои Деды победили Гитлера, отметили кондитеры. В этой вере неохотно в доказательство есть фото. В Красноярский конкурс был, на котором победил тортик с кремом из сгущенки. В Красноярске, утром рано, дети съели ветеран. Он стоял такой седой перед бронзовой звездой, возле вечного огня. Кто-то обвинит меня в том, что я несу тут бред. Я отвечу, вовсе нет, было все на самом деле. И не только дети ели. Ели что? Перечисляю, ничего не прибавляю. Шесть георгиевских лет. Кремль, в котором президент. Двух солдат из караула. Автомат, приклад и дула. Восемь танков, пять гранат. Героических солдат, что бегут в атаку с флагом. Похоронную бумагу. Водку с хлебом на стакане. На Малаховом Кургане монумент победы, чести. Танков со звездой, штук шесть. Съели памятные даты. 41-45. Съели красные знамена. И советский самолет. Малик несет ребенка, попылающий хатыни. Что еще в такой картине я добавить бы хотел? Был немецкий тортодел, председателем жюри. Он снаружи и снутри, им снаружи и снутри, каждый торт оценен был. Он внимательно следил, из чего и как бегут. А потом сказал, вернут. Все стояли. Ордин победы, тоже съедобная вещь. Что они сделают ради победы в конкурсе? Да вот это боди-арт победы. Это бодибилдинг победы. А это тост победы. Причем это опять же не шутка, это билборд на улице города. Ну вот, действительно нет пределов идиотизму патриотскому или патриотизму идиотскому. Он наружу выступил санитару этого леса непуганных идиотов. Короче, это басня о морали. Номер называется «Спасибо Бриду за победу».